всем привет здравствуйте меня зовут илья это канал изучаем си плюс плюс вместе и на этом ролике мы начинаем большого большой большой плейлист как мы любим до плейлист по книгам которых мы будем с вами разбираться а что же есть такое алгоритмы как их решать как их писать как их вообще вот это вот все в общем будем игрокать алгоритмы да если вы хоть чуть-чуть знакомы с программированием наверняка вы слышали эту замечательнейшую книгу по которой мы будем заниматься написал ее вот такой вот замечательный дядька одите обра аргава извините бы за мое произношение людей из индии вот такой вот веселый дядька написал книгу вышло недавно там его второе издание по нему мы с вами заниматься и будем соответственно будем знакомиться с алгоритмами разбираться с ними и так как они в книге написаны на языке программирования python мы будем это дело переписывать на наш лад так сказать на c++ и будем рассматривать эти алгоритмы уже на языке c++ вот такое вот небольшое вводное начало соответственно меня зовут или если вдруг вы вот случайно зашли меня зовут илья очень приятно с вами познакомиться такой подобный у нас контент на канале мы занимаемся по книгам занимаемся по плейлистам поэтому обязательно ознакомьтесь с каналом посмотрите что и как но перед тем как мы перейдем к знакомству с алгоритмами сегодня у нас более такое как бы сказать читательно-познавательное да будет занятие мы сегодня познакомимся с алгоритмами и дойдем до бинарного поиска и сам бинарный поиск уже будем смотреть на следующем занятии чтобы у нас как обычно не разрастался ролик в мире 2 миллиарда часов поэтому сегодня почитаем познакомимся подумаем над чем-то по кумекам и все в этом духе вот но перед тем как мы все это дело начнем как всегда по традиции на своем канале я призываю вас не забывать ставить лайк и подписываться на канал где моя вот эта штука потому что время просмотра за последние 28 дней на моем канале 54 процента зрителей смотрели с подписчиками это отличнейший отличнейший результат я вас всех сильно благодарю но наш челлендж с вами 60 процентов поэтому прожимайте на подписку нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые ролики вот среда разработки нам сегодня не понадобится но она просто вот здесь как есть хорошо поехали знакомства с алгоритмами в этой главе мы закладываются ну и мы вообще в этой главе закладываются основы для остальных глав книги мы напишем свой первый алгоритм поиска бинарный поиск мы узнаем как описывать время выполнения программ вы узнаете как описывается время выполнения алгоритма большой сейчас я научусь читать еще две минуты буквально я научусь читать будет представлен стандартный прием часто применяемых при проектировании алгоритмов рекурсия да сразу хочу сказать для тех кто вдруг новенький да и подключился к нам как бы недавно да то на этом канале контент 1 тейка вы это значит что вот я нажал на записи мы в одном ключе один ролик записываем без всяких там склеечек всего вот это вот ну что мы здесь с вами учимся мы пытаемся с вами все это дело понимать и соответственно а понимать надо много контент на канале много поэтому нет времени еще все это дело красивенько монтировать и как-то выводить поэтому как-то так окей поехали видение алгоритмом называется набор инструкций для выполнения некоторые задачи поняли если вас просят что такое алгоритм это набор инструкций для выполнения некоторой задачи принципе любой фрагмент программного кода можно назвать алгоритмом но в этой книге рассматриваются более интересные темы когда я отбирал алгоритмы для этой книги я следил за тем чтобы они были быстрыми или решали интересные задачи или то и другое сразу вот лишь несколько примеров в главе 1 речь пойдет о бинарном поиске и о том как алгоритмы могут ускорить работу кода в одном примере алгоритм алгоритм сокращает количество необходимых действий с 4 миллиардов до 32 звучит продаваемо до устройства gps использует алгоритмы из теории графов об этом графах в главах 67 и 8 для вычисления кратчайшего пути к точке назначения при помощи методов динамического программирования смотрите главу 9 можно создать алгоритм для игры в шашки каждом случае нам напишут алгоритм и приведут пример затем мы обсудим время выполнения алгоритма в понятиях о большие в завершении будут рассмотрен типы задач которые могут решаться с применением того же алгоритма хорошо что вы узнаете об эффективности алгоритмов теперь хорошая новость скорее всего реализация каждого алгоритма в этой книге уже доступна на вашем любимом языке программирования и вам не придется писать каждый алгоритм самостоятельно но мы будем переделывать с пайтона на c++ но любая реализация будет бесполезно если вы не понимаете ее плюсов и минусов в этой книге мы научимся сравнивать сильные слабые стороны разных алгоритмов из из каких соображений выбирать между сортировкой слиянием и быстрой сортировкой что использовать массив или список даже выбор другой структуры данных может оказаться оказать оказывать сильное влияние на результат но может не научу считать что вы узнаете решение задач мы освоим с вами методы решения задач которые вам сейчас возможно возможно неизвестны примеры если вы любите создавать видеоигры вы можете написать систему на базе искусственного интеллекта моделирующую действия пользователя с применением алгоритмов из теории графов мы узнаем как построить рекомендательную рекомендательную систему на базе к ближайших соседей чтобы это не значило некоторые проблемы не решаются за разумное время части книги посвященной n и полноте задачи рассказано о том как идентифицировать такие задачи построить алгоритм для получения приближенного ответа а если брать шире концу этой книги мы освоим некоторые широко применяемые алгоритмы после этого мы сможем воспользоваться новыми знаниями для получения более специализированных алгоритмов из области искусственного интеллекта баз данных и так далее или взяться за решение более сложных задач практической работе что необходимо знать чтобы читать эту книгу необходимо знать базовую алгебру например возьмем следующую функцию f от x равняется x умноженное на 2 чему равен результат f5 то книги то написано 10 а вы знали что если у нас x равен 5 соответственно он равен 5 на 2 да и будет 10 хорошо если вы ответили 10 то можем читать спокойно книгу все можем спокойно читать книгу замечательно кроме того вам будет проще понять книгу эту главу и всю книгу если вы владеете хотя бы одним языком программирования ну как сказать владеем плюсами мы мы учимся на них очень учимся ими владеет но владеют они нами все приведенные примеры написаны на python но мы с вами перепишем все на c++ если вы не знаете ни одного языка программирования но хотите изучить выбирайте c++ это отличный язык для начинающих и кстати по ссылочке в описании можете перейти в огромнейший плейлист где мы занимаемся по c++ сложно там достаточно потому что это был первый такой проект но постепенно постепенно все поймете вот если же выбрали другой язык то тоже все порядке вот и далее будет у нас уже бинарный поиск это мы оставим на следующее занятие да кстати думал что я буду дольше на самом деле читать и знакомиться с вами но у нас вышло всего лишь на 8 минут ну и пусть это будет короткий первый ролик который просто будет вас водить и знакомить вас со мной если вы мы еще с вами не знакомы если знакомы то здорово на следующем нашем занятии в продолжении этого плейлиста мы разберем бинарный поиск напишем его на языке c++ и все в этом духе ответственно если этим поскорее все это увидеть то не забываем господа ставить лайк и подписываться на канал напоминаю что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрела 54 процента зрителей это отличающий результат за что я вам сильно благодарен но наш челлендж с вами когда-нибудь добиться 60 процентов поэтому нажимайте на колокольчик нажимайте на подписку и не пропускайте новые ролики смотрите все вот соответственно что еще меня зовут ли я это канал изучаем c++ вместе мы перешли с вами к большой огромнейшей теме это изучение алгоритмов и поэтому как говорится флаг нам в руки и пирожочек в догонку будем носить плюс плюс изучать алгоритмы о замечательней книге вот когда-нибудь я запомню имя автора и буду его нормально произносить но пока просто скажу что занимаемся по книге игрока и алгоритма вот но обещаю выучить имя автора потому что надо бы да все всем большое спасибо увидимся с вами в следующем ролике любите программирование и тогда возможно но вас тоже полюбит всем пока